Доброе утро, дорогие друзья! С вами Авиэль Станкевич. Сегодня у нас 40-й выпуск нашей ежедневной передачи, которая называется «Завтрак с Библией». Мы приближаемся к Рождеству и говорим о пророчествах, которые были даны задолго до появления Мессии, до прихода Его на Его земное служение. Сегодня мы говорим о книге Даниила, где Даниил предрек то, что Мессия придет на эту землю и будет распят до разрушения второго храма. И мы поговорим о том, как это связано с книгами Нового Завета. Итак, Даниил, 9 глава, 26 стих. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Христос в переводе с греческого языка это «Мессия» или «Машех». «И не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет и конец, и его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратятся жатва и приношения, и на криве святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». И как раз об этом мы читаем, ну практически, да, совершение этого пророчества мы видим во всем, во всей книге Нового Завета, вернее, во всех его частях, но особенно это описано и подтверждает в книге Евангелия от Луки. 3 глава с 1 стиха. Мы знаем, что Гордус, да, или Ирод, как его называют в Библии, он правил с 4 века до нашей эры, до примерно 39 года нашей эры. И мы знаем, что храм был разрушен в 70-х годах новой эры, поэтому здесь как раз и описано вот это вот время, когда Даниил говорил, что будет пришествие Иисуса до того, как будет разрушен храм. Мы знаем, что Иисус пришел на служение, как написано, опять же, в Евангелии от Луки 3 глава, 23 стих. «Иисус начал свое служение, был лет 30, и был, как думали сыны Иосифов, Илеев и так далее». Мы знаем, что, или так, Бонголит, мы точно не знаем, когда было рождение Иисуса, скорее всего, это было не 2015 лет назад, а 2019 лет назад, скорее всего. То есть есть некоторые исторические несовпадения, но, опять же, мы сегодня празднуем не день рождения Христа, а факт его рождения, то, что Бог возлюбил мир, как написано в 3 главе 16 стих Евангелия от Иоанна. «Бог возлюбил мир и послал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И, таким образом, мы можем праздновать рождение Христа каждый день, потому что никто не знает точную дату его рождения, никто не знает точный год его рождения, мы знаем только место его рождения, мы знаем, кто его родил, и мы знаем день его смерти и воскресения в точности до часов. И я думаю, что, на самом деле, самое главное, это то, что именно в это время, как написано в Евангелии от Луки, Мессия был постным, и что пророчество Даниила так осуществилось именно в это время, потому что Писание все полностью от начала до конца говорит нам, что Господь ничего не делает, прежде чем он возвещает это травам своим пророкам. И это было одно из пророчеств, и это еще раз подтверждает то, что в мир пришел Мессия, Спаситель, который подарил нам жизнь вечную. И, на самом деле, это праздник не просто рождения Христа, это праздник вечности, мы празднуем свою вечную жизнь и свое рождение в Иисусе Христе, рождение свыше, именно благодаря тому, что в это время, предсказанное еще пророком Даниилом, Мессия пришел на эту землю и таким образом прославил Небесного Отца, который возлюбил нас для того, чтобы мы не погибли. И это еще одно пророчество, которое сбылось в дни земного служения Иисуса Христа. И завтра мы поговорим с вами о еще об одном пророчестве, завтра будет предпоследний день перед Рождеством. Подписывайтесь на наш канал, приходите и участвуйте в наших эфирах. С вами был Авелий Станкевич и завтра из Библии. До завтра. Будьте благословены.